всем большой привет всем доброе утро у нас хотя утро на самом деле так себе начинаем новое видео вчера ездила на маникюр вечером педикюр такой яркий себе сделала цвет на руках и на ногтях ой на руках и на ногах вот пришла говорю у меня что не поспокойнее какое поспокойнее если лето на улице в общем так и ушла с яркими ногтями сава был с папой и что когда они меня забрали внутри он какой-то тепленький в общем приехали вечером домой выдал паре нас температуру не знаю что такое больше не соплей не кашля ничего нет в целом состоянии вроде нормальная но вот сегодня ночь была просто кошмарная я в два часа ночи вот еще заказывала доставку продуктов потому что тут что-то все по заканчивалось и с ногтей поздно вчера приехала ничего муж тоже ничего не купил они не заходили так что заказали доставку сейчас вот и ждем нужно привезти будем разбирать все мальчишки старше у нас у бабушки сегодня ночевали вечером приедут кстати спрашивали как сава с бабушками остается вообще остается он хорошо он большой молодец до чего нахмурился ты такой хорошо остается ведет себя прекрасно да даже с папой он остается гораздо лучше по моему чем идет себя со мной потому что вот вчера они сидели сколько там три часа без меня и все было хорошо особо он не капризничал я только пришла и он начал сразу же тут что-то все мама поднывать видно понимает перед кем можно показать свою слабость свою боль в чем-то и начиная сразу же и поднывать и капризничать все вот вчера говорю пришли муж говорит тебя не было все было хорошо прекрасно себя вела как только ты пришла вот он начинает тут елозится сразу на тебе поэтому ночь сегодня была не самая спокойная так что лягу наверное днем с ним чуть-чуть отдохнуть голову с утра помыть не охота сильнее и никуда не пойдем так что уж потерпите меня сегодня тоже с гулькой такую так что сегодня сидим дома и будет такой наверное домашний влог сейчас разберем покупки ну и будем заниматься такими какими-то домашними делами по мере возможности как уж за ушко даст потому что все равно температура нужно наблюдать за ним вот сейчас рот и глаза заняты так сидит спокойно ну дальше посмотрим и привезли нам продукты доставку заказала в макси раньше частенько заказывала сбермаркет или сбермегамаркет у них было при покупке приложения при оформлении подписки и сбермпрайм бесплатная доставка мне это очень нравилось потом они почему-то поменяли условия и теперь даже действующая подписка не дает бесплатной доставки поэтому я как-то перестала у них заказывать ну по крайней мере меньше стало здесь заказала в макси у них а 4000 вот у нас доставка бесплатная но мне конечно столько не надо было поначалу я там накидала самое необходимое немного мне не доставала до бесплатной доставки так что решила добить тем что все равно пригодится но сейчас покажу все что взяли прилично так у меня тут получилось но давайте быстро пробежимся цена озвучивать не буду прикреплю скрин до чего удобно когда делаешь электронный заказ так вот потом видно так взяла рыбу себе спрашивали вот кстати почему мы не едим рыбу но редко мы правда едим взяла камбалу хочу на ужин себе пожарить мальчишки будут наверное бургеры я хочу рыбы может салатом так и вот добивала до бесплатной доставки дела мясо здесь окорок без кости но наверное морозилку пока его положу может быть на кусочки порционные порежу и тоже из мяса взяла опять грудку куриная фирма загрузка такая наверно ничего так фарша мироторг любительский тут свинина говядина две упаковки это взяла на бургеры как раз так это мне два часа ночи очень хотелось с утра поесть овсяно блин с авокадо с творожным сыром и с красной рыбкой представляете желание ну что красиво жить не это притишка не говорится хочется вот заказала с утра привезли так лаваш кстати не видела это ржано-пшеничный такой он темненький обычно мы берем обычный такой пшеничный не ржаной ладно сидим я думаю и вот брала тогда говорила лепешки то вот такие же вот тоже кстати написали тогда что это армянский лаваш но уж такое название это не я придумала вот вот эти лепешки вот их тут вроде три штуки это небольшие плотные и как раз хорошо заворачивать такую шаурму мы прям подсели сейчас летом так хорошо быстренько мяско на гриле поджарил курочку овощи свежие морковки по корейской бросил и все и вкусный ужин перекусы все что угодно так дальше у меня тут овощи фрукты дела сливы и немного что абрикосы уже чуть-чуть помидоры азербайджан авокадо вот себе взяла такой маленький вообще на раз можно сказать так бананы совушка есть кабачки захотелось тоже купите цена уже более-менее такая стала хочется оладьи сделать кабачковых ну выходной наверное так лук морковь надо мне сделать заготовки зажарки это неудобно конечно так без меня тоже добивала по 17 рублей вроде такие батончики для перекуса или для кофе наверное порежу на маленькие части попробую не знаю таки не пробовала еще так дальше тут своя молочка-охлажденка сыр такой был по акции растольные вкусный для салатов ну и так творожный на вся на блин себе взяла классический брест литовский тоже был по акции морковь по-корейски для всякой шаурмы сыр сливочный вот президент вкуснее чем вот мы последний покупали не намного он дороже но этот гораздо вкуснее так сметана наша 25 процентов большой стакан в общем все стандартно так пакет молока два с половиной литра и овощи тут еще остались огурцы небольшие кстати вполне и цена была хорошая и лук красный для зайка сейчас лук красный две штучки так совушки еще сырок такой вот газированный с ароматом ваниль и такой не ел он еще не знаю попробуем сейчас как понравится или нет ну и дальше тут уже для бургера вот такой сыр цены такие стали конечно на него мне кажется я посмотрела думаю выгоднее наверное заказать эти бургеры в следующий раз салатик и собственно вот булочки да да еще раз радость моя и булочки для бургеров при упаковке тут как и штучки ну вот и все на 3 900 чем-то у меня закупка вышла ну и готовлю себе овсяном блин о котором с ночи мечтала все стандартно здесь одно яйцо три ложки овсянки где-то полторы столовые ложки молока все перемешиваю измельчаю в блендере у меня начинка сегодня творожный сыр он немножко солоноватый плюс рыбка соленая так что я не добавляла ни соль никаких других специй все только яйцо молоко и овсянка обжарила на антипригарной сковороде без масла хорошо он очень отстает ничего не прилипает замечательно переворачивается ну и буду уже выкладывать свою начинку вообще конечно здесь можно экспериментировать каждый раз по-разному я уже много раз говорила что можно и подсластитель какой-то добавить сделать сладкую начинку с бананом сыром я очень люблю вот это именно сочетание сладкого и не сладкого очень вкусно получается но если добавить еще капельки шоколада то это вообще ум отъешь но сегодня захотелось именно такой вариант и было очень вкусно сделала себе кофе после такой практически бессонной ночи ну и добавлю еще кусочек яблочные пастилы из сахара белевская и замечательный завтрак у меня готов и время до обеда у нас самое как-то вялой текущей немножко прошло только самые обязательные рутинки сделали стирку посудомойку и пожалуй все наверное потому что все равно он капризничал но вот днем температура не поднималась слава богу так что более-менее но все равно состояние у него такое немножечко вялая пока было и конечно особо ничего не поделаешь когда ребенок постоянно просится на руки нормально это абсолютно все мы болеем периодически это жизнь никуда от этого не деться так что я все с ним сидела но тоже знаете не выспалась так особо снимать не хотелось посидели поиграли он кстати очень хорошо там сам теперь достает какие-нибудь игрушки пазлы там деревянные вот сейчас складывали половинки там и транспорты животные у него все ему нравится так что вместе играли ему спать уложила и пришла уже на кухню нужно мне тут посидеть разгрузить свою голову взяла блокнот начала писать потому что честно скажу в общем плана у нас грандиозные прошел первый месяц и лета впереди июль и август а там уже осень и признаюсь честно планируем мы насыщенные эти два месяца в августе мы планируем съездить в отпуск пока не буду конкретно говорить что где и куда но так всей семьей как бы в тепло по сравнению с нашим климатом и к воде вот в июле тоже дело достаточно тут будет одна поездка может быть даже не одна нужно и к ним подготовиться и подготовиться уже к отпуску который будет в августе и раз время так ограничено уже нужно будет активно сейчас готовиться к новому учебному году чтобы потом приехав не было такой суматохи и все было достаточно спокойно так что расписала прямо все основные такие крупные мероприятия поездки и уже потом каждому из них пошагово такие более мелкие задания какие-то где-то нужно что-то пересмотреть где-то что-то купить где-то заказать в общем разные тут совсем задания но если их не делать вовремя до своевременно то потом просто голова будет кругом и взяла уже планер на месяц вот на первую неделю июля отметила тоже себе основные моменты и записала уже на первую неделю себе пару задач и из мероприятий которые будут на август и и уже по подготовке к школе чтобы не было такой суматохи так что вот поделилась с вами немножечко нашими планами и вы меня часто спрашиваете как вы все успеваете на самом деле я успеваю не все и вот как раз планирование помогает все равно сделайте большую часть мне кажется главное успевать важное самое главное ну а вот уж расставить приоритеты это надо тоже уметь ну и раз сегодня заговорили про море и пляж хочу обсудить с вами тему нежелательных волос вообще для девушек она всегда актуальна в период пляжного отдыха особенно потому что распространенные методы эпиляции такие как бритва или крем для депиляции не дают длительного результата могут вызывать раздражение у других способов эффект длится дольше но они болезненные требуют постоянных походов в салон и стоят недешево я хочу рассказать вам про домашний фото эпилятор иллюминаш пресса из тач про концепция бренда это умная красота которая позволяет женщинам проводить все косметические процедуры не выходя из дома в комплекте идет очень красивый чехол в нем удобно хранить и переносить прибор также есть инструкция на русском языке гарантийный талон ну и собственно сам фото эпилятор и блок питания к нему использование фото эпилятора абсолютно безопасно он прошел клинические исследования и имеет сертификат большой плюс в том что у него нет ограничений по цвету волос и по тону кожи он подойдет абсолютно всем а еще у фото эпилятора безлимитный ресурс лампы и 3 уровня мощности ну и стоит отметить конечно стильный дизайн всегда приятно пользоваться красивыми предметами использовать фото эпилятор можно на всем теле на любых зонах ноги руки и подмышки бикини и лицо перед процедурой нужно удалить имеющиеся волосы с помощью бритвы вытереть кожу насухо нужно плотно приложить окошко фото эпилятора к коже вспышка сработает автоматически дальше нужно плавно перемещать прибор по коже обрабатывая всю зону управление очень простое удобно что есть автоматический режим и скорость до 100 вспышек в минуту таким образом обработка всего тела займет около 10 минут во время работы ощущается легкое тепло на коже иногда чуть-чуть покалывания в целом все происходит безболезненно конечно большой плюс что использовать его можно дома в комфортных условиях и когда удобно основной курс одна процедура в неделю на протяжении 7 недель с каждой процедурой волоски будут все более мягкие и тонкие и рост волос будет замедляться после основного курса мы получаем красивую гладкую кожу дальше нужны поддерживающие процедуры один раз в месяц я буду продолжать дальше использовать фото эпилятор чтобы не думать о проблеме лишних волос и наслаждаться красивой гладкой кожей ну и сегодня в совушки дневной сон сильно геройствовать вообще не хотелось не было ни сил ни желания но такое маленькое дело для себя выделила нужно было поухаживать за мягкой мебелью здесь в зале кресло в принципе не грязно там больше ссор песок а вот с диваном дела обстоят хуже потому что светлая обивка но и все-таки на нем больше дети сидят и раз у нас тут кухня-гостиная то частенько бывает что с какими-нибудь печеньками или с чем-то сладким я так понимаю тут след от шоколада не знаю откуда так что придется здесь немножечко поработать взяла пылесос прохожусь сначала широкой этой насадкой по мягкой части по обивке ну чтобы просто большую пыль оттуда достать а потом уже меняю насадку на узенькую которая залезает вы как раз во все эти щелочки до чего уж удобно думаю как раньше правда вот жили ведь так же неудобно было с этими громоздкими большими пылесосами но хотя там наверное насадки тоже разные были да и узенькие то я уже забыла до чего привыкли мы вот к таким маневренным легким и удобным гаджетом в общем отодвинула здесь тоже мягкую подушку в принципе чехлы здесь снимаются на диване но пока не настолько грязная вот такое кстати средство использую для пятен от пятен вот так что не очень пока еще сам диван грязный так что ничего не снимаю но потом наверное будет необходимость все-таки снять целиком чехол и постирать его а пока вот так вот точечно использую средства и в принципе здесь могло бы любой наверное подойти какое-то моющее средство которое пятна убирает но у нас здесь светлая обивка и мне очень не нравится обычно любые моющие средства вода они высыхают прямо грязными разводами но на темной мебели это не так заметно она светлая это выглядит просто ужасно поэтому я вот когда купила диван искала себе средства но на вайлдберрис купила это известная фирма многие используют антижир этой фирмы так что решила попробовать доступная цена и посмотрим как она покажет себя в деле я только пару раз пробовала но так на совсем маленьких пятнышках а здесь практически по всему дивану нанесла так что буду ждать пока высохнет здесь показываю уже пару часов спустя не до конца еще досохло но никаких резких переходов и таких контрастных границ нет так что хорошее средство могу рекомендовать как тут устоять приехали братья конечно хочется ребенку на улице фототвороде температурки нет не знаю что такое было с ним что делаешь то асфальт моешь где савата мой и мой самокат не моя а мой 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 хозяюшка то не брызгай да вот чудушка поспал положил все жизнь налаживается да продали бы потом за бешеные деньги да все придумал сейчас на тебя будет разбойник зая ну да скажи не попаду еще как попаду да эй как твое самочувствие сава сава меня не брызгай не брызгай сава сав все хорошо у тебя классно да как самочувствие это песочек для стройки нужно сейчас скажи я тебя набрызгаю у нас вот выросли столбики до забора не знаю что когда и чем будет пространство между ними заполнено еще доделывают там не до конца сделаны за домом уже так вот по моему хорошо смотрится переживали что цвет немножко будет не в цвет дома но по моему вообще все отлично подходит они такие что на доме кирпичи что на заборе какие-то немножко разные рябые но вечером и немножечко тут планы сдвинулись на самом деле мужчины у нас были в курсе гостей в общем неожиданные гости нас тут пришли но немного народу пятеро нас взрослых будет мы с мужем брат с женой и еще один молодой человек так что то что я планировала там бургеры делать немножечко сдвинется у нас здесь делаю салат такой легкий и быстрый легкий если бы может быть был без майонеза но все-таки на праздничный стол ладно иногда можно салат слоями выкладываю в кольцо но я тут немножечко неправильно сделала такие ингредиенты все легкие нужно было как следует утрамбовывать потом форма чуть-чуть развалилась не пришлось просто пригладить края в общем не получилось такой ровный круг ровный круг не получился вниз выложила яйца чуть-чуть подсолила смазала майонезом дальше слой огурцы свежие все это порезано кубиком измельчаю в блендере чтобы побыстрее режу кубиком дальше буду выкладывать тунец у меня консервированный собственном соку одна баночка думала сначала что мало этого объема будет но в целом вполне хватило и сверху баночку кукурузы консервированной выложу и такой вот получается легкий мне кажется даже летний салатик я для себя бы на ужин сделала бы с натуральным йогуртом например добавив чесночка вот с таким вот соусом и тогда вообще практически диетическое очень даже блюдо мужчина у нас на улице делают шашлыки и готовят там и мясо и курица на гарнир решили ничего такого тяжелого не делать так как у меня были кабачки то пожарила их просто на сковородке гриль я не обмакиваю не обваливаю нигде не в яйце не в муке я просто так нарезаю на круглые дольки и обжариваю во время жарки чуть-чуть подсаливаю все буду сейчас переворачивать немножко у меня тут первая партия подгорела но так в целом ничего было кабачки были очень вкусные честно сначала нажарила такая приличная тарелка будет но потом еще во время вечера делала вторую партию а здесь муж у меня делает намазку на бутерброды вареное яйцо измельчила зелень свежая и гость у нас приехал из архангельской области привез нам такие гостинцы в общем это печень трески так что все перемешиваем будет такая намазка можно в блендере измельчить тогда будет очень однородная консистенция больше похожая на паштет но в принципе тоже хорошо ну вот мы решили вот так вот просто вилкой побыстрее чтобы не заморачиваться для бутербродов для основы используем черный ржаной хлеб немножко подсушиваем его в духовке просто до хрустящей корочки и сверху таким образом намазываем получаются очень вкусные сытные бутербродики мы здесь готовим уже в четыре руки все торопятся и после работы голодные пока шашлыки мужчины делали все проголодались уже и вот такой стол у нас получился на скорую руку вроде все быстро просто но хорошо так посидели поужинали и пообщались заодно и продолжаю съемку вечером следующего дня у нас суббота просто прекрасная погода решили мы дома не сидеть доехали до центра хотим прогуляться по нашему любимому городу и ярик давно просил попробовать прокатиться на электро самокатах так что увидели здесь они припаркованы и решили попробовать так что все немножечко сейчас покатаемся но дети младшие взяли свои любимые самокаты из дома так что они будут на них ездить по новому взглянули на свою любимую волокду такая прекрасная погода прям как будто в отпуске находимся такие вечерние прогулки очень воодушевляют зеленые улочки счастливые люди очень здорово и кому интересно предлагаю не просто за кадром понаблюдать за нами за нашей прогулкой а присоединиться и вместе с нами пройтись в живую так скажем по улочкам нашего любимого города и и и и и и и и Мама, на обратном пути пойдем? Здесь? Да, здесь на обратном пути пойдем. Не знаю, а чего? У меня есть небо, я хочу положить. Так, сбегай, сейчас ты положи. Пускай все посмотрят, как у нас этот 40-летний мужчина на детском самокате катается. На детском самокате катается. Попытается на детском самокате. Папа, дай мне. Макар, ты иди. Я тоже ведь хотела в город без меха. Теперь хотела съехать. Мама, мы уже хотела. Мама. 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 А еще один мальчик на самокате. Я вчера Ромику заказала кровь. Я вчера Ромику заказала кровь. Я вчера Ромику заказала кровь. Сава, ку-куу. Давай, ку-куу. Акула, чё? Ну-ка, ещё пять. Давай пять. Сава, ку-куу. Сава, ку-куу.